Добрый вечер друзья в темноте зачитываю вопрос Михаил здравствуйте мы с супругой переехали в сша около четырех месяцев назад по грин карте которую выиграла она причем с первого раза я работаю программистом она не знает английского и пока почти не работает частично последнее время обдумываю различные идеи на тему как зарабатывать больше денег один из возможных вариантов для нас которые я сейчас рассматриваю это открытие небольшого бизнеса в связи с этим появился вопрос как обстоит тут сша дело с кредитами на бизнес кредитами возможно ли получить небольшой займ на открытие маленького предприятия так как мы приехали совсем недавно то кредитная история у нас пока только появляется но я несмотря на это уже пытаюсь смотреть в будущем уверен что эта тема может быть интересно и другим новоиспеченным иммигрантам сша заранее спасибо алексей мы про алексея снимали видео раньше он задавал вопрос вот было видео номер 3016 3016 и как раз вот он там тоже как раз говорил что они выиграли грин карту и одновременно с этим компания в которой он работает давайте переверну камеру компания в которой он работает предложила ему позицию там соединенных штатов то есть он там может быть какие-то небольшие деньги там типа тысяч там 65 ну как бы на первое время для двоих я вам скажу очень неплохо вот да а он переживал что жена по-английски не говорит и вот короче поехал туда поэтому получается такая история что там там получает вот эти свои деньги но хочется больше ну и понятно что и нужно больше особенно когда вы новенькие вам и мебель нужно и там может быть и машинку получше может быть и вторую машинку там и пошло и поехало поэтому значит давайте мы по бизнес поговорим бизнес кредиты значит где люди берут кредиты под бизнес но первый путь такой понятный вы берете кредит в банке вот но банк может вообще отказать в кредите а может заломить какой-то очень высокий процент но очень высокий с учетом того что люди новые там про них мало чего понятно и в банках есть специалисты по кредитам коммерческим там и так далее могут могут дать но просто очень большой процент будет как бы смысла нет у них брать что еще бывает бывает частный кредит то есть вы можете найти кого-то кто даст вам денег просто частное лицо вы можете найти кого-то кто даст вам денег под долю в бизнесе вы говорите вот мы начинаем я трудом допустим а ты деньгами например так тоже можно вот какой-то процент причем знаете еще тонкость чем если вы например у банка деньги взяли то успешный бизнес не успешный все равно банку деньги должны вернуть то есть вы конечно можете банкротства когда-то объявить там и так далее но в общем все равно как бы деньги на вас висят если вы нашли инвестора то инвестор всегда дает деньги в риск никто же не дает гарантированно поэтому если бы у вас было чем гарантировать там допустим недвижимость какая-то был бы другой разговор ну так значит мое понимание такое вы конечно можете получить небольшую сумму относительно несложно но вот допустим там тысяч пять-семь есть всякие организации там которые small business администрация там какие-то нон-профиты и так далее если там покопаетесь в этом направлении то наверняка найдутся какие-то нон-профиты которые дают какие-то кредиты буквально это может быть под ну что называется вот никакой процент нулевой без процентный кредит или там под какой-то символический процент и так далее обычно конечно это пытаются помочь людям которые вообще не работают они бедные есть такие программы по вовлечению бедных людей какой-то такой небольшой бизнес и вот дают какие-то небольшие лоуны но эти деньги которые дают обычных недостаточно ни на что в свое время когда мы только приехали я с какими людьми разговаривал они там вот предлагали там пять тысяч пять тысяч можем вам дать и у меня не было конкретные идеи какого-то бизнеса честно сказать в тот момент но тем более знаете другая страна вещь по английски толком не говорил и так далее но как-то я вот думал может быть что-то и у меня есть приятель который уже 10 лет жил в стране и у него был бизнес он жил в нью-йорке я когда пошел вот позвонил ему и так мол и так он так смеялся он говорит миша он говорит а мне казалось что пять тысяч какие-то жуткие деньги знаете мы приехали нас вообще ни копейки вот я вот там пять тысяч можно взять он он просто катался по полу он к это ты ты чё ты издеваешься что ли это что за бизнес такой как можно сделать там с 5 тысяч даже если знаешь чего делаешь на общем такое дело поэтому я не знаю какой бизнес молодой человек хотел завести поэтому мне в этом смысле сложнее что-то такое более точное сказать то что вопрос такой вот где начинающему иммигранту одолжить денег так начинающему вообще трудно кто же начинающему дает денег то а значит забрать у него не 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 ничего то есть у него гарантии никаких так до таких явных нет колатору это называет колатор у него нет ну вообще но ничего про него не известно кредитной истории нет деньги же дают мне не потому что тебе нужно а деньги дают потому что хотят получить обратно с прибылью какой-то вот они поэтому дают они оценивают свои шансы получить деньги обратно с прибылью и соответственно если они видят меньше шансов они хотят больше интереса чтобы так статистически значит в этой группе риска не остаться там в убытке вот есть очень много бизнесов которые можно начать ну практически без какого-то инвестмента я не хочу приведить приводить пример там нашу портнов компьютер school которая началась с 200 долларов который я потратил на то чтобы дать объявление в газету это даже не было объявления это была статья но они говорят вот мы за статьи деньги не берем а мы если ты заплатишь за объявление мы тебе разрешим написать статью я написал статью она называлась черный ход в силиконовую долину так называлась я объяснял там что есть профессия тестера туда-сюда и вот собственно вот статью написал там пришло я не помню 18 человек и вот так началась это портнов компьютерскую на те деньги что они принесли мы купили компьютеры потом новые люди пришли мы там еще что-то купили там потом стало даже оставаться что-то в карман забрать в общем началось когда-то с двухсот долларов поэтому есть такие бизнесы как скажем там продавать покупать что-нибудь там на ибре есть есть люди очень успешно это делают и как бы этого можно научиться и это не требует ну практически никаких вложений правильно вот значит ну ну например да потом тут есть еще я не знаю это для жены например кто должен заниматься бизнесом то есть если у нас человек работает программистом а плюс еще к программированию бизнесом заняться но он может конечно может я не знаю он может брать какие-то фрилансовые проекты там где фрилансеры что-то берут вот но если речь идет о жене но правильно конечно смотреть на то какие у нее наклонности что ей было бы интересно делать чтобы она все-таки язык тоже учила когда это делает чем чем увлекается жена таким до что от чего у нее глазки светится вот-вот она бы и делала вот такой бизнес но но безусловно сейчас онлайн торговля очень хороший такой бизнес где место есть для всех да может быть нельзя миллионов заработать но там сколько то можно вот что еще хотел пошутить сейчас вот кто приезжает и не знает чем заняться они все консультируют по иммиграции но они уже как тут вот они отсюда консультируют по иммиграции посмотрит видео там вот на форумах почитают и давай консультировать там за небольшие может быть деньги там еще за какие-то формы заполнять там еще что-то массовый бизнес оказался вот прямо что там вроде приехал человек страну и давай значит вот сейчас этого много есть бизнес смотря где вы живете но если там есть например приток иммигрантов вот есть такой бизнес типа встречаем значит встретить в аэропорту там помочь снять квартирку отвезти там за номером социального страхования там в офис что там еще бывает по магазинам там провести показать где что чего я знаю вот одну даму во флориде она за тысячу долларов такой сервис и у нее там прописано что она делает и сколько часов она тратит на клиента там что-то у нее получается типа 20 долларов в час так если разделить посмотреть что получится но я вам скажу что за тысячу долларов если скажем там 50 часов тобой занимаются и это вот те самые 50 часов правильных я вам скажу многие дадут тысячу долларов за то чтобы встретили поселили отвезли провели там счет в банке открыли и так далее так далее почему нет ну там еще может быть какие-то текущие дела поэтому если если человеку нравится этим заниматься да и он так как-то вот любит помогать другим любит того ли что прекрасный прекрасный бизнес там может миллионов опять не заработаешь там ну пару-тройку тысяч месяц легко ну и пошло и поехал может она машину не водит не только по-английски не говорит я что же не знаю или может она интровертированная вообще с людьми не может и там ну я не знаю или она настолько не владеет английским что не в состоянии там пойти с человеком в банк хотя на самом деле в банках в общем то практически во всех там есть какие-то люди которые по-русски говорят вот у нас тут можно в любой банк пойти там будет кто-то кто говорит по русски и он тебе поможет открыть счет например в общем если мозги включить на эту тему и начать так соображать то я думаю что супруге вполне нашлось бы чем заниматься и я уже не говорю о том что можно работать опять в том же в русском магазине можно работать можно с бабушками работать можно с детишками работать есть работа которая но не требует английского языка особо такая работа тоже есть начала будет потихонечку работать потихонечку там осваивать язык на курсы ходить там с людьми общаться то есть сидеть и не работать или скажем так вот ничем не занятым быть для молодой женщины я не знаю разные женщины конечно некоторые так может быть даже и рады были бы не знаю там книжку почитать телевизор посмотреть или там с мамой по телефону потрепаться там скайпе вот но если человек более менее деятельный найдется чем заняться так что я я сожалею что не могу более конкретно поскольку условия не все понятны но если речь идет о получении кредита честное слово я бы на вашем месте и не брал бы кредита потому что если вы в этой стране бизнес никогда не делали даже даже в приглядку не смотрели как другие делают знаете вот вы можете работать в магазине там пару-тройку лет и скажем открыть свой глядя как человек это делает или скажем купить готовый понятно пошел к и взял кредит под покупку магазина совсем другое дело это не то что он какой-то бизнес будет делать и куда деньги пошли непонятно понятно он купил магазин и банк будет оценивать вашу способность там скажем вернуть деньги с магазина да вот это понятный такой для банка очень понятно поэтому если ты поработал в каком-то бизнесе пошел сам его делать это такой естественный понятный нормальный путь если ты никогда этого не делал не одалживайте нигде деньги ей богу потому что неудобно может получиться то есть скажем вероятность того что вы не сможете их вернуть с прибыли то есть вас не будет прибыли может быть вы сможете вернуть с тем что вот быть там на трех работах работать и возвращать потихоньку вот но вероятность того что вы не сможете вернуть с оборотов с этого бизнеса с прибыли с этого бизнеса вероятность зашкаливающие Поэтому Мой совет не связываться То есть если делаешь что-то Только на те деньги, которые есть И понимая, что ты идешь И отдаешь их в риск большой Вот если это понимание есть И денежка есть, то вообще без вопросов И опять, может быть все, что я говорю Абсолютно не Релевантно Тому виду бизнес, который человек задумал И может быть он там большой док Я же не знаю Такое у меня соображение В целом отношение к кредиту такое В целом мое отношение к тому, чтобы приехать в страну И начинать сразу делать бизнес С порога или через 3-4 месяца Вероятность на то, что будет все это успешным У новичка Стремиться к нулю Стремительно стремиться к нулю Так что вот Из опыта жизненного Счастливо!